Авария А340 в Торонто Авиационная авария, произошедшая во вторник 2 августа 2005 года в Международном аэропорту Торонто. Авиалайнер Airbus A340-313X авиакомпания Air France выполнял плановый рейс EFR-358 из Парижа в Торонто, а на его борту находились 12 членов экипажа и 297 пассажиров. Заход на посадку выполнялся в сложных метеоусловиях с крупными грозовыми очагами над аэропортом в ливневой дожди и вспышками молнией на полосе. Посадка осуществлялась в ручном режиме с отключенным автопилотом и автоматом тяги, самолет оказался выше глиссады. Пролетев торец взлетно-посадочной полосы значительно выше установленного, авиалайнер приземлился далее, чем в третье от начала длины полосы. Пилоты применили реверс, но не смогли остановиться в пределах полосы, в результате чего лайнер съехал с ВПП и выкатился во враг. Возник пожар, который за несколько минут охватил авиалайнер и уничтожил его, но все 309 человек на его борту были вовремя эвакуированы. Эвакуация 309 человек заняла менее двух минут, что впоследствии многие, включая министра транспорта Канады Жанна Лапьера, назвали чудом. Отметив при этом профессионализм стюардесса, по числу людей на борту это крупнейшее происшествие с Airbus A340. Самолет Airbus A340-313X был выпущен в 1999 году и 8 августа совершил первый полет. 7 сентября получил летный сертификат. Имел четыре турбовентиляторных двигателя модели CFM International от 56 до 5C4. Максимальный взлетный вес составлял 271 тысячу килограммов. Общий налет авиалайнера на день аварии составлял 28418 часов и 3711 циклов взлет-посадка. Этот широкофюзеляжный самолет имел пассажирский салон на 291 место, в том числе 30 мест в бизнес-классе, 140 мест в первом отделении эконом-класса и 121 место во втором отделении эконом-класса. В бизнес-классе находилось по 6 мест в ряд, в эконом-классе – по 8 мест в ряд. Для выхода пассажиров по каждому борту установлены по три двери, а также дополнительно по двери эвакуационного выхода. Исходя из того, что на момент посадки в баках оставалось около 7500 килограмм топлива, а вес самолета без топлива определен как 177500 килограмм. Посадочный вес самолета равен 185 тысячами килограммами. При установленном для данного типа самолетов максимальном посадочном весе 190 тысяч килограмм и максимальном весе без топлива 178 тысяч килограмм. Вес рейса 358 не выходил за пределы летных ограничений. Центровка самолета составляла 29,8%, что также допустимо. При посадочном весе 185 тонн скорость захода на посадку должна составлять 140 узлов. Посадочная скорость при полностью выпущенных закрылках должна составлять 135 узлов. При таком весе и при данных скоростях тормозной путь самолета на полосе, покрытой слоем воды толщиной 3 миллиметра с учетом отсутствия ветра при полностью выпущенных закрылках и без применения реверса должен составить 2196 метров или 7203 фута. С учетом своевременного применения реверса дистанция составит 1777 метров или 5829 футов. Для рейса 358 при фактической скорости приземления 143 узла по путным ветре скоростью 10 узлов и фактическим развертыванием реверса за 16.4 секунд тормозной путь составляет 6674 фута или 2034 метра от точки приземления. Если бы реверс был развернут сразу же, то для посадки потребовалось бы 5938 футов или 1809 метров полосы экипаж и пассажиры. Самолетом управлял опытный экипаж, состав которого был таким, командир воздушного судна, 57-летний Алин Розе. Очень опытный пилот первый самостоятельный полет совершил 1 декабря 1963 года. В августе 1973 года начал работать в региональной французской авиакомпании Торин Аэртранспорт. В последствии перешел в Аэр-Интер, где пилотировал Аэр-Бас А-300. В 1997 году в связи с поглощением Аэр-Интер авиакомпания Аэр-Франц стал сотрудником последней и начал выполнять полеты на самолетах Аэр-Бас А-319, А-320 и А-321. Дослужился до инструктора по А-320. В 2001 году после длительного обучения получил квалификацию для полетов на Аэр-Бас А-340. Ему предлагали стать инструктором на А-340, но пилот отказался, так как хотел для начала больше узнать этот самолет и освоить выполнение на нем дальних перелетов. Налетал 15 411 часов, 1788 из них на А-340. Предыдущий полет совершал с 18 по 19 июля 2005 года из Париж. Шарль-де-Голь в аэропорт Нью-Арк также на А-340 и за закрытие аэропорта прибытие вследствие непогоды. В тот раз самолет совершил посадку в аэропорту Логан-Бастона. После часовой задержки авиалайнер вылетел в Нью-Арк, а на следующий день без замечаний вернулся обратно в Париж. Второй пилот, 43-летний Фредерик Нотт, опытный пилот, начал работать в Аэр-Франс в марте 1985 года в должности стюарда, в 1986-1987 года и обучался в авиашколе в США, после чего начал во Франции выполнять полеты на одномоторных самолетах. Имея за плечами 800 летных часов и 100 часов на симуляторах, в январе 1991 года начал обучаться на пилота в Аэр-Франс. Но из-за войны в Персидском заливе в феврале 1992 года это обучение было прервано. Вернувшись к должности стюарда, в 1995 году дослужился до должности старшего стюарда, на которой проработал полтора года. В 1996 году программа обучения пилотов в Аэр-Франс была возобновлена, благодаря которой он закончил обучение на пилота многомоторных самолетов. С 1 апреля 1997 года начал работать в авиакомпании Аэр-Франс в должности второго пилота самолетов Аэр-БС А319, А320 и А321. 11 сентября 2001 года квалифицирован для полетов на А340, после чего начал выполнять на нем дальние перелеты. Предыдущие полеты совершал 26 и 28 июля 2005 года из Парижа в Атланту и обратно. За день до происшествия как второй пилот участвовал в тренировке другого пилота, который проходил обучение на командира. Налетал 4834 часа, 2502 из них на А340. Оба пилота характеризовались в компании как достаточно квалифицированные, компетентные и коммуникабельные. Командир, не зная никого из бортпроводников, быстро сдружился со старшим стюардом. Оба пилота ранее ни разу не летали вместе, хотя один раз пересеклись 18 августа 2000 года на тренировке по Аэр-БС А320. Оба прибыли в аэропорт за 2 до 2, 5 часа до вылета как следует отдохнувшими и без признаков усталости. Согласно европейским авиационным требованиям на каждый 50 пассажиров должен приходиться один стюард. На почти три сотни пассажиров минимальный экипаж состоял из 6 бортпроводников. На борту рейса 358 было 10 бортпроводников, включая одной стюардессу у стажера. Бортпроводники из минимального экипажа сидели у дверей L1, L2, L3, L4, R3 и R4. Бортпроводники из дополнительного экипажа сидели у дверей L1 и L2, а также на специальных местах 9 и 10 для бортпроводников, расположенных между кухнями 6 и 7. Стажер работал в авиакомпании с 30 июня 2005 года. Для нее это был пятый рейс и второй на А340. Дополнительные бортпроводники при нормальных условиях работы выполняют лишь обслуживание пассажиров. Стажеры пассажиров не обслуживают. В данном происшествии все 10 бортпроводников приняли равное участие в эвакуации, что, в принципе, может сделать и любой другой трудоспособный пассажир. Всего на борту самолета находились 309 человек, 297 пассажиров и 12 членов экипажа. Хронология событий. Предшествующие обстоятельства. В 11 часов 53 минуты из парижского аэропорта имени Шарля де Голля вылетела Airbus A340-313X борт FGLZQ, который выполнял регулярные рейсы FR-358 в Торонто. На борту находились 12 членов экипажа и 297 пассажиров. Перед вылетом экипаж получил прогноз погоды в аэропорту прибытия, который указывал на вероятность гроз. Поэтому в баке «Авела Энера» дополнительно заправили еще трех тонны авиакиросина на дополнительные 23 минуты задержки с посадкой в Торонто. Руление к полосе и взлет прошли без замечаний. По договоренности между пилотами командир экипажа управлял самолетом на взлете и первой половине пути, а второй пилот на второй половине пути и посадки. Согласно плану, трансатлантический полет должен выполняться по трассе Браво, вход на который выполняется на эшелоне 350. Затем на 40-м меридиане западной долготы следовал подъем до эшелона 360 и на 60-м меридиане западной долготы до 370. На подходе к Атлантике экипаж получил разрешение следовать по расположенной северней трассе Альфа, отправив по системе СРС запрос в свою авиакомпанию. Экипаж получил измененный план полета с указанием не подниматься выше эшелона 350 при достижении океана. В 17 часов 16 минут экипаж получил разрешение подняться до эшелона 360. Это была максимальная высота подъема данного рейса. В 13 часов 51 минут экипаж по СРС отправил запрос на отслеживание потенциальных запасных аэропортов в северо-восточной Канаде. В 14 часов 44 минуты через СРС по запросу экипажа был дан прогноз погоды в аэропорту прибытия и в запасном аэропорту Ниагара-Фолс-Руин. Однако отчет о погоде поступил по системе ТЕФ и Найл, так как экипаж отправлял запрос по ТЕФ Шорт, тогда как оба аэропорта были доступны только по системе ТЕФ Лонг. Согласно пришедшему прогнозу за 14 часов в обоих аэропортах были хорошие погодные условия и никакой грозовой деятельности не наблюдалось. В 16 часов 8 минут через систему ИТАЭС экипаж получил прогноз погоды за 16 часов в аэропорту Торонто, согласно которому были хорошие вертикальные и горизонтальные видимости при слабом ветре. В 16 часов 17 минут командир передал управление полетом второму пилоту и произведено переключение с автопилота 1 на автопилот 2. В 17 часов 50 минут с рейса ИФР-358 в Air France было доложено о приблизительном времени посадки в 19 часов 39 минут, на что в 17 часов 53 минуты было указано, какому гейту должен следовать самолет. Операторы не стали сообщать экипажу, что в Торонском аэропорту вступила в силу «Красная тревога-3», так как это просто не входило в их обязанности. В 18 часов 49 минут экипаж через МТАЭС получил прогноз погоды в аэропортах Ниагара Фуолис, Макдональд, Картей и Кливленд, Хопкинс. В первом аэропорту на северо-западе наблюдались грозы, которые двигались на юго-восток. В двух других аэропортах грозы не наблюдались. Из-за запроса по ТИЭФ шорт экипаж опять не получил прогноз по ТИЭФ. Ориентировочно к этому моменту в баках оставалось 12,2 тонн топлива, а по расчетам экипажа к прибытии у них останется 8,7 тонн. Запасным аэропортом был выбран Кливленд, Хопкинс. Заход на посадку. В 19 часов 3 минуты экипаж переключился с диспетчерского центра УВД Торонто на Киулала контроль и запросил сводку о погоде в аэропорту Торонто. В 19 часов 4 минуты экипажам в Аэр Франс было сообщено, что ИФР-358 вместо посадки в Торонто планирует следовать в Кливленд. При этом экипаж не стал сообщать диспетчеру о намерении изменить аэропорт прибытия, так как на тот момент этого не требовалось. Затем до 19 часов 13 минут пилоты активно обсуждались диспетчером данные о передвижении погоды. В 19 часов 15 минут получили указания по снижению до минимума скорости в связи с задержкой на посадку. Экипаж запросил и получил векторы по обходу плохой погоды. В 19 часов 17 минут экипаж по МТР получил сведения о погоде в Торонто, которые включали в себя грозу и сильный дождь. В 19 часов 19 минут экипаж обсудил заход на посадку и решил в случае сильной турбулентности выполнять уход на второй круг. В 19 часов 22 минуты из рейса 358 доложено о следовании на Торонто и примерном времени посадки. В 19 часов 50 минут при имеющемся запасе топлива на борту время задержки было близко к максимальному времени ожидания. Находясь по пилингу 40 градусов от аэропорта экипаж дважды предупредил диспетчера, что они еще далеко от аэропорта. В 19 часов 28 минут экипаж получил разрешение заходить на посадку по маршруту Симка-2. Самолет в это время был в 137 морских милях от аэропорта. Остаток топлива составлял 9,3 тонн. В 19 часов 33 минуты по трансляции ЭТИАС получен прогноз погоды в аэропорту, согласно которому видимость на полосе снизилась из-за грозы и сильного дождя. Погодные условия быстро меняются. Посадка ожидалась на полосу 24 Л. С 19 часов 36 минут по 19 часов 40 минут проведен инструктаж выполнения посадки по АЭЛС на полосу номер 24 Л. В инструктаже не была указана длина данной полосы и процедура ухода на второй круг. Не произведено расчетов для влажной или загрязненной ВПП. В 19 часов 40 минут экипаж запросил обновленную сводку о погоде и сообщил о готовности следовать к аэропорту. Так как предсказать ситуацию с воздушным трафиком было нельзя, экипаж попросил предупреждать о текущих условиях, дополнительных задержках и любом ухудшении погоды. В 19 часов 47 минут главному стюарду было передано, что при неблагоприятном развитии ситуации самолет направится на запасной аэродром в Кливленде. В это время в радиоэфире несколько самолетов сообщили диспетчеру об уходе на запасные аэродромы. В 19 часов 49 минут рейс 358 запросил и получил обход грозы на подходе. Далее экипаж перешел на связь с диспетчерской вышкой аэропорта. В 19 часов 53 минуты, когда рейс 358 был третьим в очереди на посадку, самолет, который был в очереди первым, спросил диспетчера, каковы условия посадки. В ответ было сообщено о дожде на севере и плохих погодных условиях. Неизвестно, слышал ли экипаж рейса 358 эту информацию, но два рейса перед ним приземлились успешно. Посадка авария. В 19 часов 53 минуты выполнена контрольная карта захода на посадку. Установлен режим подхода. Закрылки выпущены в положении 1. Самолет вышел на курсовой радиомаяк и находился в 16 милях от торца полосы. При начале снижения экипаж перевел закрылки в положение 2 и выпустил шасси. Автопилот был выключен, что привело к уборке аэродинамических тормозов при прохождении высоты 4000 футов над уровнем моря. При входе в глиссаду на высоте 3000 футов над уровнем моря закрылки выпущены в положение 3 и полностью. Автопилот вновь включен и осуществил захват глиссады в 8,7 милях от торца. В посадочном положении самолет стабилизировался. Приборы в башне ветра в аэропорту не действовали, так как были повреждены молнии при прохождении грозового фронта. Последний ветер зафиксирован курсом 230 градусов при скорости 7 узлов. Молнии наблюдались по всему аэропорту. В таких условиях режим автоторможения был увеличен с низкого до среднего. В 19 часов 58 минут авиалайнер на посадочной скорости был на заключительном этапе подхода, когда экипаж завершил чтение контрольной карты перед посадкой и выполнены почти все ее пункты, кроме отображения памятки посадки на электронном мониторе. Элементы памятки на мониторе могли быть перепроверены экипажем, но, тем не менее, из-за этого чтение карты посадки было задержано. Перед рейсом 358 приземлился региональный реактивный самолет, экипаж которого сообщил, что ветер 290 градусов от 15 до 20 узлов, и что торможение было плохим, пока скорость самолета не опустилась ниже 60 узлов. Небо над аэропортом покрывали очень темные тучи, была сильная турбулентность и шоу «Ливневый дождь». Метеорологические условия колебались от визуальных до приборных. В 4 милях от полосы были включены стеклоочистители лобового окна, а в 2 до 3 милях от торца полосы было сообщено о наблюдении полосы. На высоте от 1000 до 1500 футов над землей экипаж наблюдал половину полосы, а периодически и всю целиком. Полоса была залита водой, отчего имела блестящую поверхность. С обеих сторон и в дальнем конце наблюдались молнии. Метеорологический радиолокатор самолета показывал сильные осадки с красными областями, которые находились в северо-западу от полосы с юга. Ветер был боковой, направлением от 70 до 90 градусов справа относительно курса посадки. Его скорость составляла от 15 до 20 узлов. Подход осуществлялся под контролем автопилота и автомата тяги при скорости 140 узлов. При прохождении высоты 323 фута над землей второй пилот отключил автопилот. Через пару секунд и автомат тяги, почувствовав снижение скорости и что самолет начал опускаться, он увеличил режим работы двигателей с 42% до 82%. Н1 от этого действия авиалайнер начал уходить. Теперь вышегли сады. Одновременно ветер сменился с бокового на попутной скоростью 10 узлов. На 40 футов вышегли сады. Аэробус пересек торец полосы и вошел в зону ливневого дождя со вспышками молнии. Видимость полосы резко упала. На высоте 50 футов режим работы двигателей снижен до 76%. После чего на высоте 40 футов второй пилот поднял нос лайнера, пытаясь погасить скорость. А затем на высоте 25 футов машина стабилизировалась на 2,5 секунды. На высоте 20 футов двигатели переведены в режим холостого хода. Аэробус коснулся ВПП номер 24 л длиной 9000 футов в 3800 футах от начального торца. При этом правое шасси оказалось почти на осевой линии. Авиалайнер повернут относительно оси полосы вправо на 6 градусов. При касании колесами бетона автоматически выпустились спойлеры. Пилоты сразу применили максимальное механическое торможение и начали выравнивать машину относительно полосы. Спустя 12,8 секунд с момента касания включен реверс, который полностью развернулся через 16,4 секунд с момента касания. Однако принятых мер оказалось недостаточно. Промчавшись всю оставшуюся полосу на скорости 80 узлов, Airbus A340 выехал за ее пределы и рухнул во враг. Диспетчер видел, как рейс 358 выехал за пределы взлетной полосы, после чего появились три или четыре яркие оранжевые вспышки. В аэропорту была объявлена максимальная тревога Альфа-1, что означало мобилизацию всех пожарных и спасательных служб. Первые секунды после остановки самолета стюардессы открыли выходы и начали эвакуацию пассажиров. Так как с левого борта наблюдалось оранжевое пламя из-за обесточивания самолета аварийное освещение не работало, вооружившись фонариком. Второй пилот вместе со старшим стюардом и одной из стюардесса проверил весь салон и туалет и убедился, что все пассажиры эвакуированы. Затем они втроем вернулись в начало салона и выбрались через дверь одного Л. При этом они были вынуждены прыгать, так как аварийный трап развернулся не до конца. Командир экипажа, несмотря на травму спины, также хотел проверить самолет, но был вынужден вернуться из-за дыма, когда второй пилот со стюардами проверяли салон, после чего с трудом покинул самолет через дверь одного ИР. Второй пилот последним вышел из авиала Энера. Все пассажиры и члены экипажа были успешно эвакуированы до того, как огонь отрезал пути выхода, а затем охватил и в течение часа уничтожил самолет. Авария произошла в 16 часов 2 минуты по часовому поясу и детей в светлое время суток в точке 43 65 556 градусов северной широты 79 62 417 градусов западной долготы 43 65 556 минус 79 62 417. Мошинами скорой помощи в больнице доставлены 33 человека, позже 21 из них с незначительными травмами отпустили. Серьезные травмы получили 12 человек, из них 9 были травмированы при падении самолета во враг, а 3 при эвакуации. Несмотря на серьезные травмы, оба члена экипажа при этом смогли эффективно исполнять свои обязанности. Субтитры создавал DimaTorzok